Я думаю, что они всем политикам верят. Ляшку верят. Иншим верить не можно. Типовая женщина вы навели характеристики. Это, да, это средняя. Это данная социология. За такими характеристиками я типовый украинский человек. Вот, почти все подходят. Женка, детка, собака, работа, не курю, иногда могу выпить. За границу вы ездите. Можете заходы на еду и на коммунальные тратите. И главное, верю в свои силы и верю в Украину. Чому люди поддерживают нашу политику? Вы говорите, 5 разов там сказали, вот вы говорите, что хотят слышать люди. Я это говорю за одной причиной, потому что я сегодня встречаюсь с людьми. Я знаю, что их хвилюю. Я знаю, что их хвилюю. На отличие от президента Порошенко, который в рожевых окулярах и где-то у света иллюзий. Я знаю, что хвилюю людей. Я знаю, что требует людям. И именно это предлагает наша команда. И именно этого мы добиваемся в парламенте. А когда у меня будет возможность прийти до влады, я ни секунды, ни думаю, что прийду до влады. Только не для того, чтобы одевать рожевые окуляры. А для того, чтобы реализовать эту программу, чтобы там, как минимум, половина из того, про что вы говорили, про типовую украинскую жінку, было изменено. Чтобы она не тратила весь свой бюджет на ежу. И чтобы она больше мала возможности заниматься разведом власным. И отдыхать ездить. И культурным разведом. И в театр ходить хотя бы раз на месяц. И в кино. И с человеком куда-то выехать, отметить ту или иную событию. Олег Олегович, у нас у редакции есть какой-то сюрприз для вас. Вот честно скажу, даже мы сами не знаем, что это. Но дело в том, что, оказывается, вы в нашем эфире какое-то время назад уже описали типичного украинца или типичную украинку. Можем сейчас услышать, как это было, как это звучало в эфире. Вы нам рассказываете про безвизовый режим. Кто поедет в ту Европу при средней зарплате 40 долларов в месяц? Кто туда поедет? Баба, которая в 40-50 лет с горблой на ходе, бо ей лековаться немае где. И хату опалить немае за что. Не дурить людей. Мы почему-то провели параллель наши редакторы. Ну, то есть, по факту, здесь, наверное, это не то, чтобы отличалось особо. То есть, вложено-то было, наверное, то же самое, что... Когда мы говорим про Европу, Европа – это, в первую очередь, чтобы люди достойно жили. И чтобы была возможность, если есть безвиз, то до безвизов требуется работа и зарплата. Вот тогда будет возможность ездить. Я хочу, чтобы мы Европу не шукали где-то, а будовали в Украине. В моем понимании, Европа – это возможность людям себя реализовать в своей родной стране. А не ехать в Польшу, Португалю, или еще куда-то для того, чтобы выносить горшки за хворими людьми. Или полуницю собирать в Польшу. Я хочу, чтобы для наших людей свято независимости было справді свято. Мне прикро читать, когда, здавалось бы, украинцы нормальные люди говорят, что нам это свято дало, что нам эта независимость дала. Мне прикро это чути. С одного боку, а с другой боку, я понимаю этих людей. Потому что, когда у человека ситуация безвиходи, когда у человека нет возможности прогодовать свою семью, когда человек не имеет работу, когда люди старшего века, все жизнь прогорбатившись, отримают копейчану пенсию, и колишні вчители, и медики риються по смертниках, чтобы продать пляшку, которую они там нашли, и сдать в секлотару, и каким мужчинам прожить, то и до людей справді приходят такие думки. Вот я хочу, чтобы до них таких думок не приходилось. Я хочу, чтобы каждый из них вважал День независимости своим святом, великим, найбільшим святом, поряд на рівні с Різдвом, с Воскресением Христовым, с ним народжением своих детей. Потому что День независимости – это возможность жить в родной стране. И возможность навести тут порядок, который нужно наводить залезной рукой. Потому что анархия, бардак, беззаконие, безвідповедальность, уничтожить нашу страну, как это было 100 лет назад. Поэтому мы залезной рукой наведем порядок в нашей родной стране.